Добрый день. Мне нужен знак, что меня слышно, видно, пожалуйста. Отлично. Так, пару секундочек жду, чтобы народ подключался. Представлюсь, меня зовут Ольга Секман, представитель отеля Rixos Hotels в Турции. Мы сейчас с вами немножко скажу о формате нашего вебинара. Я вам сейчас расскажу о новинках Rixos Hotels на территории Турции, что есть, что изменилось, чем мы сейчас занимаемся. Конечно же, я затрону всех интересующие вопросы о новой сертификации, о ситуации в Турции в целом и конкретно в Анталии. Все-все-все, я это отвечу. Если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, пишите на них, пишите вопросы в чат, но я на них отвечать не буду. Почему? Потому что у нас вебинар будет идти в два этапа. Вот некоторые говорят, что не слышно, некоторые говорят, что слышно, звука нет. Не знаю почему, потому что проверяли вроде бы настройки, все в порядке. Сейчас загрузим. Подключилась еще разок, перезагрузила себя. Надеюсь, всем все слышно. Окей, отлично. Итак, говорю еще раз про формат. Я вам сейчас рассказываю основные новости Rixos отелей. Все вопросы, которые у вас будут возникать, вы пишите, пожалуйста, в чат. Ответы на вопросы вы получите в следующем этапе, который будет проведен на следующей неделе. Моя коллега Лена Подорожная, она присоединится к этому чату и будет отвечать на вопросы в формате интервью. Окей? Ну, давайте, пока еще народ, я думаю, еще подключается, я вам включу небольшое видео, немножко летнее, немножко приятное. Все мы соскучились по лету, по хорошему настроению. Так что предлагаю посмотреть видео, пока мы ждем начала вебинара. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Так, я так смотрю, что видео вы включаете самостоятельно. Тогда сделаем так. Я во время презентации видео включать не буду. После презентации я включу закладку с видео, чтобы каждый самостоятельно смог просмотреть. Я специально делала небольшую подборку видео, потому что рассказать мне много о чем. И я думаю, что если мы будем отвлекаться на видео каждый раз и ждать, когда кто досмотрел, кто не досмотрел, это будет немножко сбивать ритм нашей презентации. Итак, давайте я все-таки начну с самой презентации, потому что так много уже говорится о ситуации в целом мире. Я обязательно затрону этот вопрос. Я живу в реальном мире, я не буду его избегать, тем более информации по поводу того, что мы делаем, что мы будем делать. У нас достаточно много. Но прежде всего я хочу рассказать, что у нас есть нового. Чтобы вы знали, что в такой период, когда как бы все на паузе, Риксос не стоит на паузе. Мы разбиваемся, мы готовим много чего нового для того, чтобы, когда все восстановится, мир наладится, чтобы у нас была возможность вновь с распростертыми объятиями опять встречать вас. Итак, ну что, Риксос отелей, всемирная сеть отелей. Сейчас, секундочку, начну. Сначала сеть отелей Риксос. Это более 25 резортов в мире. Что основное, что связывает все эти отели? Ну, во-первых, я думаю, вы уже слышали о том, что в этом году, в 2020 году Риксос Хотелс празднует свое 20-летие. То есть мы уже 20 лет на рынке туризма. Это огромный багаж знаний, опыта. Основный фундамент, в принципе, сети Риксос это что? Это, конечно же, турецкое гостеприимство и турецкий высококачественный сервис. Это, конечно же, огромная любовь к детям. Все вы знаете, все вы видели, как турки обожают детей, любят с ними повозиться, поиграться. Соответственно, и во всех отелях Риксос детям уделяется очень большое внимание. Это, конечно же, огромные возможности развеселить, занять людей, находящихся в наших резортах. И, конечно же, мы не забываем о здоровье. Везде у нас есть уголки здорового питания. И, конечно же, огромные возможности для того, чтобы заняться спортом. Это касается абсолютно всех резортов Риксос Хотелс. Я сейчас с вами быстренько пробегу по всем нашим отелям, что у нас есть и чем каждый отель уникален друг от друга. Итак, в Риксос Групп входит три бренда. Это, соответственно, Риксос Хотелс. Также у нас есть новый продукт Land of Legends, который был в 2016 году. Я уверена, что все вы о нем слышали. Все вы его знаете. Знаете, просто расскажу маленькие детали о нем, которые, возможно, кто-то еще не знал. И в 2017 году открылся еще один новый бренд – Клуб Приве Байриксос. Вот сейчас этим мы и займемся. Быстренько сделаю такой небольшой экскурс по этим нашим продуктам. Land of Legends – наша изюминка. О нем можно говорить много и бесконечно. Я постараюсь максимально четко и быстро рассказать, что он из себя представляет. Это огромнейший комплекс, который состоит из, грубо говоря, трех частей. Вот у меня здесь есть указочка. Сейчас я вам расскажу. Вы видите сейчас на ваших экранах карт. То есть вот карта Land of Legends состоит, как я сказала, уже из трех частей. Вот эта часть – это непосредственно отель. The Land of Legends Kingdom. Это отель. Дальше. Вот вы видите здесь канал. Вдоль канала идет Shopping Avenue. То есть вот эта вся территория – это торговый центр Land of Legends. И третья часть – это вот эта огромная часть – это непосредственно сам парк развлечений. Вот здесь вот вы видите еще свободное место, где у нас сейчас идет стройка. Чего я вам сейчас расскажу. На Land of Legends можно смотреть, в принципе, с трех точек зрения. Человек, который проживает в отеле The Land of Legends Kingdom. Вторая точка зрения – человек, который проживает в другом отеле City Rixos. И третья точка зрения – человек, который просто находится в Анталии и хочет приехать к нам в Land of Legends. Сейчас я вам расскажу, чем различаются эти роли. Мы начнем, естественно, с гостей отеля непосредственно Kingdom. Отель Land of Legends – это пятизвездночный отель, который насчитывает 401 комнату. Особенность всех номеров, думаю, все вы слышали и знаете, что каждый номер спроектирован так, что в нем имеется уникальный сказочный дизайн. То есть все наши герои, которые вы видите в номерах Land of Legends, они были специально разработаны для тематического парка. Это уникальный продукт, такого вы больше нигде не увидите. Вот вы сейчас видите наши стандартные номера. Они выполнены в двух цветовых гаммах – в розовой и в голубой. То есть, грубо говоря, для мальчиков и для девочек. Разницы в цены в этих номерах нет. Поэтому, если ваши туристы хотят жить или в этом, или в другом номере, необходимо написать это заранее. Но прошу обратить ваше внимание, что розовый этаж – он всего один. То есть таких номеров чуть меньше, чем голубых. Поэтому, как бы, по возможности это все предоставляется. В чем уникальность номеров Land of Legends? Помимо яркого дизайна, да, что еще могу добавить? То, что в каждом из номеров имеется уникальная телевизионная система Dual TV, когда можно смотреть параллельно два канала. Как это работает? Мама с папой одевают очки, наушники, ребенок одевает очки, наушники. И за счет этого они смотрят одни фильмы, другие мультики. Также во всех номерах имеется система PlayStation. Пользование как функцией Dual TV, так и PlayStation абсолютно бесплатно. Но туристам будет необходимо оставить залог на ресепшене. Это будет порядка 100 евро. После пользования всей этой системой при выезде туристы получат денюжки назад, если с системой все в порядке, она не сломана и находится на месте. Естественно, отель продуман до мелочей для детей. То есть во всех номерах имеется детская косметика. Вот я слышу комментарии, что да, с PlayStation дети из номера не выйдут. Поверьте, в Land of Legends очень много всего, поэтому из номера не выйдут, потому что за пределами номера их тоже ждет очень много чего интересного. В номерах есть детская косметика, есть детские халаты, тапочки, есть также такая очень удобная ступенечка. Под умывальником там достается ступенечка, чтобы ребенку было удобно чистить зубки и видеть себя в зеркал. Прошу прощения, телефоны звонят, я так периодически подсматриваю в них, чтобы не упустить что-то важное. Итак, по номерам в принципе вполне одно. 400 номеров, в каждом из номеров есть вот такой вот уникальный дизайн, как я уже сказала. Теперь то, что интересно. То есть изначально Land of Legends работал по системе Bad Breakfast и Half-Bord. Но нашему человеку, приезжающему в Анталию, непонятно, почему он не может приехать на All-Inclusive. То есть мы привыкли, что Анталия, это все включено, заплатил за тур, приехал и все хорошо, тебя ни о чем не беспокоишься. Поэтому была сделана система, все включено, но со своими нюансами. То есть это не All-Inclusive в нашем традиционном понимании. Система называется All-In. Я вам расскажу, в чем она заключается. Завтрак и ужин проходят по системе шведского стола в основном ресторане в отеле. Естественно, во время завтрака и ужина все напитки включены. Обед. В основном ресторане обеда нет. Где туристы кушают? Туристы могут кушать в тематическом парке из точки питания. Там они кушают абсолютно бесплатно. Опять же говорю, что это все для тех туристов, которые проживают в отеле по системе All-In. Хорошо, мы позавтракали, пообедали мы в парке, поужинали опять в основном ресторане в отеле, где мы пьем. В отеле имеется три бара, которые также работают по этой системе. Первый бар, вот как раз вы его сейчас видите на экране, Misa Bar, он находится на минус первом этаже. Минус первый этаж – это этаж мини-клуб. То есть в Land of Legends Kingdom там нет отдельной комнаты мини-клуба. Это целый этаж, который занимает территорию мини-клуб. То есть во время того, как родители сидят за столиками или за баром, наслаждаются своими любимыми напитками, чаем, кофе, кто-то что-то покричит. На этом же этаже есть зона, где детьми занимается анимация с традиционными анимационными программами, всевозможными активами и играми. Также на этом этаже огромное количество игровых автоматов. Там всевозможные воздушные хоккей, симуляторы гонок, какие-то там рыбалки, драки и так далее и тому подобное. То есть те автоматы, которые обычно кидаются в монеты, эти автоматы стоят на территории мини-клуба, но они абсолютно бесплатные для всех детей, проживающих в отеле. Единственное, что они не кидают монетки, они просто проводят ключиком от номера, и таким образом запускается игровой автомат. По вопросу о том, что детей потом не вытянешь из этих автоматов, я провожу параллель с PlayStation и автоматами, отель не ставит лимит на пользование автоматами, но если родители хотят, они могут поставить на карточке лимит, чтобы ребенок целый день не простоял за этими игровыми автоматами. Вот такой вот нюанс есть. Итак, возвращаясь к барам. То есть это первый бар, который работает по системе All-In. Также есть французская улица, где есть бар и кондитерская. И на выходе из Kingdom отеля есть Legendary Pub. Это то место, где вечером проходит шоу, где основные ворота Land of Legends. Там есть Legendary Pub, и там также напитки для наших гостей будут бесплатные. Дальше. Ну, я думаю, в принципе, понятно по системе All-In. Я еще раз быстренько повторю, что это. Это завтрак, ужин в основном ресторане отеля по системе шведского стола, обед на территории парка в точках питания и напитки в трех барах. Это Nisabar, французская улица, где также есть кондитерская, и Legendary Pub, где вечером проходит все шоу. Думаю, все просто и понятно. И если есть вопросы, опять же таки, вы пишите. Моя коллега на следующей неделе ответит на все-все ваши вопросы. Дальше. Помимо того, что туристы, проживающие в Kingdom отеле, то, что они могут пользоваться всеми услугами отеля, у них также имеется возможность попасть в тематический парк Land of Legends абсолютно бесплатно. То, что у них там есть точки питания, где питание и напитки для них включены, мы уже выяснили. Теперь дальше переходим к тем туристам, которые живут в Rixos отелях, в других Rixos отелях на территории Анталии. То есть все туристы, которые живут в Rixos отеле, они могут попасть в тематический парк абсолютно бесплатно. Каждый из отелей организовывает трансфер и вход в парк бесплатный, но уже напитки и питание будут за дополнительную плату. То есть если те, кто живут в отеле Kingdom, они кушают также в парке бесплатно, те, которые приезжают уже с Rixos отелей, мы их привозим бесплатно, в парк они входят бесплатно, но уже за еду и напитки они платят. Если же туристы живут в других отелях, или просто кто-то живет в Анталии и хочет попасть в тематический парк, тогда им надо будет доехать, купить входной билет, и таким образом они попадают в парк. Это можно сделать самим, то есть доехать на такси из другого отеля и купить билет на входе, или это можно сделать через тур оператора. Я знаю, что у каждого оператора есть экскурсия в Land of Legends. Таким образом у них тогда будет и трансфер до тематического парка. Окей, теперь немного расскажу о парке аттракционов. Он состоит из двух частей. Это непосредственно парк аттракционов, который насчитывает более 23 аттракционов, и водные горки. То есть водных горок у нас больше 40. Если я правильно помню, их 45. Быстренько пробежим по аттракционам. Естественно, всем известный хайперкостер. У меня в видеоподборке есть видео о нем. Поэтому в конце обязательно посмотрите. How much billet? Билеты, цена билета в парке, они очень разные. То есть все зависит от сезона. Если в зимний сезон это порядка 25-30 долларов, то высокий сезон в августе месяца и до 100 долларов доходит за человека. То есть здесь нет фиксированной цены. Цена постоянно меняется. Помимо аттракционов, как я сказала, есть и сухие аттракционы, и водные аттракционы. Сухие, я говорю, мы так и говорим dry park на английском. Поэтому также и перевожу. Помимо этого, что еще есть интересного в парке аттракционов? Это, конечно же, шоу с водяными животными. Это четыре дельфина у нас живет, у нас живет огромная болина и также моржиха. Они каждый день делают представление. В летний период это два раза в день, в зимний период один раз в день. Это также бесплатно для всех посетителей тематического парка. То есть для туристов, которые живут в Кингдом-отеле, это все бесплатно идет. Это включено в их путевку. Для Риксос-отелей также шоу дельфинов бесплатно, так как у них бесплатный вход в парк. Для тех, кто приехал из других отелей, они заплатили за вход. И потом парком они пользуются всем, в том числе и шоу дельфинам для них будет бесплатно. Животные. Как сейчас животные? Животные хорошо, у них получается такой незапланированный отпуск, все у них в порядке. Они также продолжают свои тренировки, чтобы не терять форму во время карантина. Конечно же, скучают. Мне кажется, животные тоже привыкают к тому, что вокруг них всегда много людей. А тут сейчас какое-то небольшое затишье. Но, видать, это надо всем было нам. Дальше. То, что я говорила, что у нас есть территория, которой стройкой мы занимаемся. Да, строится деревня Маши и Медведи. Она в процессе, уже совсем скоро нам ее сдадут в эксплуатацию. Так что с началом сезона всех детей, которые придут в гости в Land of Legends, ждет огромный сюрприз в виде в деревне Маши и Медведя. Честно говоря, я и сама жду с нетерпением, чтобы там погулять. Потому что это всегда интересно, когда ты можешь оказаться внутри мультика. Вот здесь небольшой проект. Вы, думаю, видите на экранах. То есть здесь прям и домик Миши, и их поезд, где он все время встречает свою Машу и так далее и тому подобное. Мультик оживает в дверях Land of Legends. И еще один этап, который строится на территории Land of Legends, это Watermania. То есть это такой аттракцион, где можно будет посрождаться, такой небольшой квест на воде. Там будут водяные пушки. Это такое развлечение для всей семьи. Думаю, будет всем-всем-всем интересно, ярко и, как бы, не знаю, захватывающе абсолютно для всех. А что-то новое, такого в Турции уж точно нигде еще не было. То есть всегда новинка впереди всех. Дальше. То есть в Land of Legends, помимо аттракционов, которые у нас уже есть, всеми любимые и обожаемые, у нас два новых этапа. Это Маша и Медведи деревня и Watermania война в воде. Следующее, да, что я хочу вам еще рассказать, да, то есть я сказала, что Land of Legends состоит из трех частей. Да, это отель, который мы уже рассказали, парк, который быстренько я сделал такой небольшой обзор. И третий – это Shopping Avenue. Shopping Avenue – это вот такая длинная-длинная река, вдоль которой идут торговые точки, да, это порядка 400 магазинов. Что это такое? Это, грубо говоря, торговый центр под открытым небом, что будет очень актуально в этом году, потому что торговые центры сейчас не пользуются особой популярностью, но, тем не менее, вот такой вот вариант, когда ты просто вышел из магазина, и ты оказываешься не в коридоре торгового центра, а находишься под открытым небом, очень даже удобно. На торговую улицу, на Shopping Avenue попасть могут абсолютно все, кто желает. То есть туда вход свободный, туда вход бесплатный. Как я сказала, это торговый центр под открытым небом. Еще вот такой вот плюс, то, что по этому каналу, который идет вдоль Shopping Avenue, каждый вечер там проходит шоу Франко Драгоне, да, то есть все наши загадочные герои будут выступать перед зрителями именно на Shopping Avenue. Это абсолютно бесплатно для всех. То есть все желающие, кто приехал в это время, они могут присоединиться к этому чарующему событию. Это очень красиво, это очень необычно. Я ездила, когда туда с ребенком, он сам стоял с такими глазами, как в сказке оказался, и не верил, что такое, в принципе, возможно в этом мире. Вот вы видите сейчас, по каналу плывут лодочки, кстати, это тоже такси, на них тоже можно прокатиться. Это бесплатно, надо просто сделать покупку в торговом центре на определенную сумму. Поэтому сделать Shopping и заодно прокатиться вдоль канала тоже будет очень приятно. И вот, соответственно, фотографии самого вечернего шоу, то есть видите, это огромное количество лазеров, огромное количество света, звука, всевозможных спецэффектов, воздушных шариков и так далее и тому подобное. Вот, собственно, парад лодок. Парадом лодок заканчивается каждое наше представление, чтобы все-все-все смотрящие шоу могли выстроиться вдоль канала и рассмотреть наших героев. То есть это такой отдельный мир, своя сказка, что-то очень необыкновенное, нереальное и захватывающее. Спасибо большое за ваши комментарии, мне очень приятно такое читать. Спасибо. Дальше. Ну и по Land of Legends я быстренько пробежала, чтобы вы имели понятие, да, что это, кто это, как его едят, если вдруг по каким-то причинам вы еще не видели его вживую. Если, опять же таки, если у вас будут вопросы, вы их, пожалуйста, формируйте, пишите вот в чате, и моя коллега обязательно на следующей неделе ответит на все-все-все ваши вопросы. Следующий наш бренд, как я сказала, в 2017 году мы выделили новый бренд, клуб Preve by Rixos. Ну, то, что Rixos отели – это всегда качество, это всем уже известно. И все вы знаете, что практически в каждом отеле Rixos есть у нас виллы с VIP-консерцией. Но есть те виллы, которые мы выделили вот в отдельный клуб Preve by Rixos. Это виллы в Rixos Premium Billet и Rixos Premium Budget. Почему? Потому что там есть возможность выделить эти виллы в отдельный комплекс. То есть в Rixos Premium Billet были. Сколько раз в неделю проходит шоу Драгоны? Шоу Драгоны проходят каждый день, кроме понедельника. По понедельникам у анимации выходной. Вот. Сейчас торговые центры в Турции уже открыты. То есть Land of Legends, шоппинг-кабиню, уже начал свою работу. Вечерних шоу еще нет. Но анимация уже, опять, группа Драгон, они уже начинают свои репетиции. То есть в скором времени уже и восстановится шоу. Вот. Итак, возвращаемся дальше к клуб Preve by Rixos. В Rixos Premium Billet, думаю, вы все знали, что там есть порядка 40 VIP вилл. И они находятся обособленно на территории отеля. И вот, чтобы их выделить в отдельный продукт, да, их оградили заборчиком. То есть это не какая-то 5-метровая каменная стена. Нет, это красивый кованый забор, огражденный соснами и зеленью. Для чего это сделано? Чтобы гости с основного корпуса не ходили по территории клуба Preve. И также таки, чтобы там была своя обособленная зона. Точно так же в Rixos Premium Billet, который состоит из трех бухт. Вот одну бухту выделили только под виллы. И там тоже находится клуб Preve by Rixos. Сейчас я быстренько покажу вам некоторые картинки, да, из-за этого картинки, фотографии. И расскажу о особенностях. Ну, во-первых, в клуб Preve by Rixos, естественно, действуют VIP-концепции. Я вам сейчас быстренько перечислю основные пункты VIP-концепции. Но они работают, в принципе, на всех виллах Rixos-отелей. То есть будь то Rixos Premium Bodrum, Rixos Premium Kirova, Rixos Sungate. Везде есть виллы с VIP-концепцией. Итак, что это? Это, естественно, индивидуальный трансфер с аэропорта и в аэропорт. Это индивидуальное обслуживание. Это персональные дворецкие батлеры. Это бесплатный room service. Это, естественно, расширенная концепция напитков и питания. Помимо этого, если мы говорим про Анталию, потому что сейчас дать такие функции есть возможность только в Анталии на данном этапе. Это при проживании от 7 ночей и больше мы предоставляем бесплатную услугу фасттрек на вылете из аэропорта Анталии для всех членов семьи. Что такое фасттрек, быстренько говорю, это когда туристы приезжают в аэропорт, подходят на сточку фасттрека, там им предоставляют ассистента, который проводит их на вылете. То есть проводят с ними регистрацию на рейс, проходят паспортные контроли. После этого их проводят в зону лаунж, где они могут выпить чай, кофе, мороженое, пироженое. То есть это идет бесплатно, если туристы живут от 7 ночей выше. Если же туристы остаются 14 ночей в одном из наших VIP-продуктов, тогда они получают бесплатные услуги CIP-терминала на вылете и прилете. Это также идет бесплатно. Что это такое? Это когда туристов встречают с трапа самолета, проводят в отдельный терминал, там за них проходятся все необходимые моменты. То есть, опять же, проверка паспортов, потом их проводят в небольшое кафе, где они сидят и ждут, пока им вывезут чемодан. И после этого они уже идут на трансфер. И точно так же, когда они вылетают, их привозят в отдельный терминал, там быстренько проходят все формальные процедуры, да, и после этого они, опять же таки, идут в лаунж, где у них есть необходимые закуски, напитки, да, и после этого их, опять же таки, привозят к трапу аэропорта. То есть это VIP-обслуживание в аэропорте. И, опять же таки, при проживании от 14 ночей мы предоставляем это абсолютно бесплатно. Кто знает цену на эту услугу, возможно, кто-то знает. Так, смотрю, что пока никто не пишет, но это порядка 200 евро на человека. Опять же таки, мы предоставляем эту услугу бесплатно в две стороны на каждого члена семьи. Так что имейте в виду, возможно, иногда туристы не хотят ехать на 14 ночей, они поедут на 10 ночей, но при этом они себе докупят эту услугу. Пусть сюда приезжают к нам на 14 ночей, и они получат эти услуги бесплатно, при этом отдохнув побольше, чем они планировали. Итак, клуб «Привеба Риксос Билек». В прошлом году там были построены абсолютно новые павильоны. Вот вы видите сейчас, да, за каждой виллой закреплен свой павильон. Там есть, естественно, VIP-обслуживание, там новый бар и новая лаунж-зона. Вот вы видите сейчас на ваших экранах трассфотографию с этого нашего нового VIP-пляжа. У всех вилл также, как я уже говорила, бесплатное обслуживание в номерах, и также все рестораны там работают по системе а-ля-карта. 24 часа в сутки. То есть все, что туристы хотят, они могут прийти в ресторан, заказать им обязательно преподобие, или же они могут позвонить, и им принесут это все в номер. Так, помимо вилл в Клуб Привеба и Риксос Билек имеются две резиденции. Вот вы сейчас видите одну из них. Прямо с резиденции. То есть это такой отель в отель. Вы видите, да, какая у него огромная территория. Две тысячи квадратных метров. Я вам сейчас схематично расскажу, что здесь и как. То есть вот эта вот территория, это, смотрите, вот под этой крышей, это зал, здесь нет стен, то есть это тоже открытое помещение, да, просто с навесом. Здесь лаунж-зона, здесь также имеется огромнейший панель с экранами, там, кажется, 12 экранов, соединенные в одно, то есть идеальное место посмотреть, чтобы смотреть любимые фильмы, возможно, футбольные матчи и так далее и тому подобное. Вот эта же зона, это зимняя зона, здесь зимний зал, здесь есть камин, такой небольшой охотничий дом. Вот такой вот индивидуальный бассейн, да, и вот это уже жилая территория. Здесь имеются четыре спальные комнаты и дополнительная спальня для персонала. То есть за этой виллой закреплен батлер-повар и они проживают же с туристами. Если туристы вдруг приехали со своим обслуживающим персоналом, возможно, няней и охранником, им нужна эта комната, когда мы свой персонал переселим куда-нибудь в другое место, у нас есть место, где им жить, и тогда как бы мы освободим комнату в дополнительные места для людей, которые приехали непосредственно с гостями. Итак, здесь четыре спальные комнаты, все они выходят с видом на море. И также здесь имеется свой небольшой спа-центр. И вот здесь во внутреннем домике есть небольшой бассейн с подогревом в зимнее время. То есть эту виллу, как вы понимаете, мы не закрываем на зимний период, потому что здесь и бассейн с теплой водой есть, и зимний зал, да, ну и соответственно спальню. И вот отсюда, с этого бассейна, вот так вот вниз по ступенечкам непосредственно туристы попадают сразу же на пляж. Вот вы видите как раз эту виллу, и вот территория Клуб Привай Байриксес. То есть вилл достаточно много, 39 вилл, но при этом туристы никогда не будут друг другу мешать, потому что территория достаточно большая, все виллы ограждены зеленью, поэтому в принципе присутствует вот такая вот возможность индивидуального отдыха. Так, следующее мы с вами перейдем. Ну и вот в ВИП концепцию, опять же, таких всех ВИП вилл входят привилегии также на территории Land of Legends. Что именно? Я так быстренько тоже пробегусь по этому, то есть все ВИП номера, которые находятся в Анталии, они имеют привилегии в Land of Legends также. Что именно? То есть это индивидуальный трансфер в Land of Legends, это ВИП вход в Land of Legends и услуха Fast Track на все аттракционы Land of Legends. То есть возможно в зимний период это не так актуально, потому что наполняемость парка не такая высокая, но летом, особенно в разгар сезона, когда в Land of Legends очень много людей, соответственно, есть очереди на все аттракционы. Вот Fast Track дает возможность не стоять в очереди, а пройти без очереди сразу же на аттракционы. Эта услуга предоставляется бесплатно для всех туристов, которые проживают в ВИП номерах. Для туристов, которые хотят купить Fast Track, это также возможно, но мы его не продаем заранее. Почему? Ну, это в принципе логично, потому что мы не знаем, сколько людей придет в тот или иной день. Возможно, турист купит себе заранее за месяц Fast Track, придет, а в тематическом парке не так уж и много людей, и он ему будет неактуальным. Или наоборот, когда будет большой наплыв, и все захотят себе купить услугу Fast Track, мы их продадим чересчур много, и Fast Track может превратиться просто во вторую очередь. Вот, чтобы таких ситуаций не бывало, Fast Track мы заранее не продаем, а предоставляем его только нашим ВИП туристам. Или же по прибытию в тематический парк можно будет себе его приобрести. Дальше, для тех, кто проживает на виллах, также есть отдельная зона лагуна, вылетело слово из головы, Secret Lagoon, где тоже такое обособленное место, где есть павильончики. Это также будет бесплатно для туристов ВИП класса. И соусный клуб Приве Байриксис Гюджек. Это шикарное место, то есть здесь всего 14 вилл, все они находятся в такой обособленной бухте, то есть это такое спокойствие. Про Гюджек я вам еще отдельно расскажу, то есть это абсолютно другой уровень люкса и жизни, там другой ритм жизни. Видите, у каждой виллы есть своя такая огромная территория, где можно будет посидеть, провести время со своей семьей, где абсолютно никто не будет никому мешать. Опять же таки, вернусь на один слайд назад, вы можете видеть, сколько здесь зелени, то есть опять же таки у нас нет каких-то огромных оград вокруг виллы, но за счет природы, естественной природы, за счет этого туристы получают полную уединенность. Смотрите, просто шикарно, прям скучаю по этому месту. Видите, у каждой виллы есть также обособленное место, точно так же там есть павильоны, то есть VIP-концепция всегда актуальна, она у нас есть у всех вилл. Также клуб Приве Байриксис Гюджек – это идеальное место для каких-либо особенных дат, потому что, как я сказала, там другая атмосфера, там другой уровень отдыха. У нас даже слоган клуб Приве Байриксис – next level of luxury, то есть это абсолютно что-то новое. И район Гюджек – это то место, где находится одна из самых больших марин в Турции, то есть там любители покататься на яхтах, те, кто посвящается этому свою жизнь, это также рай для таких людей. Итак, все-таки я вам включу небольшое видео о Риксис Гюджек, чтобы его было лучше видно. Нажмите, пожалуйста, play. Вы видите, какая территория, сколько там зелени и, как я уже сказала, это полная индивидуальность и обоснованная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я надеюсь, что все досмотрели. Как клиентам презентовать, когда и какие условия сейчас? Я об этом расскажу в конце, я затрону этот вопрос обязательно. И еще раз напоминаю, что вы пишите все-все-все ваши вопросы, моя коллега обязательно на все ответит. Если вдруг у вас появятся какие-либо вопросы после, вы опять же-таки в чат сможете добавить эти вопросы, то есть ничего не останется без внимания. Я сейчас буду отвечать, ну, как бы я просто, естественно, отвечаю на те, которые появляются во время презентации, да, исходя из контекста. Итак, продолжаем. Риксис Премиум Белек. Риксис Премиум Белек всеми любимые отели, я думаю, все хоть раз в нем были на каком-либо рекламном туре, во время проживания и так далее и тому подобное. Что мы хотим о нем рассказать? Ну, во-первых, это шикарнейший пляж, да, даже здесь на фотографии видно, какой он просто огромный, широкий, протяженностью в километрах, да, район Белек – это район песчаный, да, то есть в Волоке вход для детей будет очень удобно. Что здесь новенького, да, в прошлом году был открыт, открытый бассейн с подогремом, то есть теперь и в зимний, в зимний период, то есть здесь также можно купаться в бассейне. Конечно же, это эксклюзив спортс-клаб, да, то есть все наши отели следят за здоровьем своих клиентов, в каждом из отелей Риксис есть очень комфортные условия для занятий спортом. Смотрите, вот в Риксис Премиум Белек появились Legendary Speed, видите, это номера, которые расположены вокруг одного бассейна, да, особенность этих номеров в том, что комната для родителей выполнена в традиционном стиле Риксис, да, вот вы видите его сейчас на фотографии, да, а номер для детей, он выполнен в тематике Land of Legends, да, то есть дети, которые живут в Land of Legends, да, понятное дело, что они во всем этом живут, у них это каждый день, там весь Кингдом-отель как сказка, да, то в Риксис Премиум Белек есть такой один небольшой уголочек, да. Дальше, что еще по Риксис Премиум Белек? Ну, естественно, это уникальный а-ля-карт ресторанный, ну, и в принципе, Риксис Премиум Белек славится тем, что это наш гурме-отель, да, то есть здесь все-все, самые уникальные вкусные блюда вы найдете в Риксис Премиум Белек. По поводу питания новой системы Ultra All-Inclusive я вам тоже расскажу обязательно. Также в Риксис Премиум Белек имеется вот такая вот, в основном корпусе имеется вот такая вот французская улица, где есть шикарнейшая кондитерская с самым-самым сладеньким и самым-самым вкусным. И шикарнейшая кофейня с настоящим зерновым кофе. Для меня это, я как кофеман, для меня это очень важно, поэтому каждый раз, когда я в этом отеле нахожусь, я обязательно иду в ту кофейню. В прошлом году, в 2019 году в Риксис Премиум Белек был открыт новый мини-клуб. То есть это не реновация, это был он заново построен, перестроен, рассчитан он на все возрастные категории, разделен на, ну, то есть каждый отдел мини-клуба, он предназначен для разного возраста детей, вплоть до подростков. Для подростков тоже имеется свой отдельный тинейджер-клуб. Также есть возможность оставить ребеночка в мини-клубе, то есть я имею в виду прям маленьких, 3-4 годика, понятное дело, что не на целый день. Если нужна няня на целый день, это будет дополнительную плату, но тем не менее на час, чтобы мама могла пойти сходить на массаж на какое-то время, такая возможность есть. Вот вы видите сам, вот территория мини-клуба достаточно большая, есть как и крытая часть, да, то есть здесь вот видеть несколько отделов, здесь как раз и идет разбивка по возрастным группам, да, и есть небольшой аквапарк, бассейны, шезлонги опять же такие, чтобы родители могли позагорать, пока родители играются в мини-клубе. Вот такой вот яркий, красочный, в прошлом году он был открыт. И естественно, вот еще несколько фотографий с мини-клуба, вот это как раз для самых маленьких, видите, такая приятная зона. И естественно, как я уже говорила, в каждом из Риксос-отелей мы даем очень большое внимание спортивному, спортивным занятиям и спортивным активностям, то есть в Риксос-премиум-билет точно так же у нас есть огромный комплекс. Спортивный комплекс – это не только спортзал, да, это также большой выбор групповых занятий, и мы каждый год мы обязательно делаем спортивные марафоны, да, когда приезжают известные спортинструкторы, и мы с ними проводим именно неделями какие-то очень активные занятия. Секундочку, сейчас прочитаю, что пишете, какие комплименты гостям при повторном посещении, ну, это обычно вино и фрукты, да, в зависимости от отеля, у каждого отеля свои наборы, да, в 2019-м были в Риксос-премиум, детей оттуда до 12 ночи не вытащить. Да, это, кстати, это плюс, да, я надеюсь, что это было сказано в плюс. И да, все наши отели работают до позднего времени, то есть не с 10 до 5, да, как это в стандартных клубах идет, а с 9 утра до 11-12 вечера, опять же, в зависимости от какого отеля, в каком отеле вы находитесь, какие корректировки детской ситуации будут работать. На данный момент мини-клубы, мини-клуб сейчас закрыт. Почему? Потому что мы ждем, когда выйдут стандарты по сертификации именно по мини-клубам. То есть в любом случае все ли это мини-клубы закрытыми быть не могут, да, но тем не менее, как только выйдет сертификация мини-клубов, мы обязательно это все пройдем, и наши мини-клубы будут открыты. СПА-центр, естественно, кстати, в Риксис Премиум Вилек один из самых больших СПА-центров в Анталии. Думаю, пойдем дальше. Риксис Даунтаун Анталия. Это можно сказать, ну, не буду говорить большое слово новинка, потому что Риксис Даунтаун Анталия, этот отель уже не первый год работает, он не первый год находится в сети Риксис. В чем его изюминка? В том, что он находится в центре города. Это отель для тех, кто любит не только целый день лежать тюленчиком, но кто любит погулять по городу, посмотреть места. Почему надо выбирать этот отель? Потому что у него уникальное расположение. Он находится рядом с торговым центром 5М Мигрос. Думаю, все его знаете. Примерно ориентируйтесь, где находится этот отель. Также там рядом находится аквариум Анталии, напротив отеля находится стадион Анталии. И буквально, наверное, даже если пешком идти, наверное, максимум полчаса, и вы сразу же окажетесь в центре старого города, колеи Чи в Анталии. То есть это, как я уже сказала, место для тех, кто любит непосредственно гулять и наслаждаться не только отелем, но также и самой Анталии. В прошлом году мы ввели систему «Все включено» в Риксес Даунтаун Анталии. И после этого, конечно же, наши туристы с Украины открыли для себя такой отель. Завтрак, обед, ужин проходят в основном ресторане. Имеется спа-центр, имеется спортивный зал, работает бассейн, открытый с подогревом и в зимний период также. Еще за счет, давайте вернусь на предыдущий слайд, за счет конструкции отеля, видите, как он сделан как птичкой, поэтому практически 80% номеров с видом на море. И не просто с видом на море, а прямым видом на море, потому что он находится на скале, а потом идет такой обрыв к морю. И от этого обрыва к морю в прошлом году, возможно, вы знаете, что обновлялся пляж Конь-Алты, именно вот этот вот пляж. Там была большая реконструкция, там с нуля сделана новая набережная. И вот здесь вот примерно поставлен лифт, чтобы как раз спуститься с этой скалы вниз к набережной. Этот лифт принадлежит не отелю, это государственный лифт, то есть к чему я веду, что как бы отель не отвечает за него, но в принципе как бы мы им пользуемся, потому что выходя из отеля, вы прямо выходите и спускаетесь на лифте вниз. Если вдруг по каким-либо техническим причинам лифт не работает, тогда мы сразу же пускаем шаттл, который будет отвозить наших туристов к пляжу и назад. Пляж. Как раз мы пришли к пляжу. У самого отеля пляжа нет, но мы договорились с одним из городских пляжей, куда нам предоставляют бесплатный вход. Нам всем нашим туристам дают бесплатные шезлонги, бесплатные зонтики, полотенца, естественно, мы даем в отеле. В прошлом году напитки не были включены, в этом году soft drinks, то есть вода кола фанта, и, кажется, пиво тоже будет бесплатно, да, а уже крепкие алкогольные напитки будут за заполнительную хвату. Питание на пляже будет не включено. Питание можно будет вернуться в отель и покушать в отеле. Также в Rixos Premium, извините, в Rixos Downtown Antalya в этом году идет реновация мини-клуба. То есть он там всегда был, не такой небольшой, но в этом году он полностью обновился, поэтому теперь смело туда можно ехать с детками. Также в отеле имеется два а-ля-карт ресторана, один находится в верхнем лобе, а другой находится во дворе отеля. Резервация туда предварительная, как всегда, заранее. Дальше, что еще? А, и еще такая особенность. В Rixos Downtown имеется клиника, да, то есть в самом непосредственном отеле открылся филиал клиники Mad World Medical Clinic, да, то есть есть дополнительные туры, в том числе и у Тую, я уверена, что вы найдете в подборке, когда туристы хотят совместить, да, отдых и здоровье, и они покупают такой медтур, да, это, возможно, не знаю, это, возможно, стоматология, какая-либо эстетика, возможно, реабилитация каких-либо травм, то есть там абсолютно, там очень большой спектр услуг, если что, имейте в виду, что, как бы, это не принадлежит Rixos Downtown, но мы сотрудничаем с этой клиникой, поэтому если у вас будут какие-либо вопросы, всегда обращайтесь. Как далеко этот пляж от отеля? Ну, это выйти из отеля минута, спуститься на лифте еще минута, ну, и сразу выходите на набережную, то есть максимум минуты 3-4, это пешком, да, ну, если ехать, ну, точно так же, потому что там немного объезжать, то есть достаточно быстро будет работать, сейчас все отели проходят сертификацию, про сертификацию я вам скажу отдельно, какая ситуация с планированными концертами звезд, про них тоже обязательно скажу, до Сангейта мы с вами еще дойдем. Дальше, Downtown, я сейчас быстренько просмотрю слайды, если вдруг что-то забыла сказать, вот вы как раз видите бассейн с подогревом, фотография была снята в зимнее время, как видите, потому что испаряется водичка из теплого бассейна, вот, собственно, фотография пляжа, да, который, то есть это первый же пляж, который находится близко к Атею, то есть все здесь свиненько, чистенько, убрано, сама там несколько разгуляла, там просто шикарно. Еще особенность пляжа здесь, здесь нет песочка, здесь мелкая галечка, это, конечно, на любителя, я очень люблю гальку, потому что в любом случае волны поднимают песок, и немножко море становится такое затемненное, да, за счет гальки вода просто лазурного цвета, просто шикарно. Ну, это свойственно, как бы, Коня, Алты, Кемер, Текирова, Бельдеби, там, как бы, везде, в принципе, идет мелкая галька. Дальше, что еще я здесь могла сказать, а, ну, то, что Риксис Даунтаун – это городской отель, да, то есть есть все необходимые условия для организации всевозможных конференций, о, боже мой, я только сейчас посмотрела на время, я думала, моя презентация займет максимум час, а я уже говорю 50 минут, а у меня еще много чего рассказать. Но, тем не менее, постараюсь, конечно, побыстрее, ну, вроде бы, все моменты по Риксис Даунтаун я рассказала, да, если будут вопросы, пишите, я просмотрю, если что, или оставлю лень, если это будет глобальный вопрос, или если по существу, по ходу презентации, я вас сразу же быстренько вам отвечу. Риксис Бельдиби – мой любимый отель, почему? Потому что такой он маленький, компактный, уютный, спокойный, но, тем не менее, это уровень Риксис – это удобно, комфортно, и все в одном месте. Сразу оговорюсь, раньше была услуга, что гости Риксис Бельдиби могли пользоваться структурой Риксис Сангейта, могли приезжать на концерты, это отменилось. Все, гости Риксис Бельдиби, они находятся в Риксис Бельдиби, и к Сангейту в данный момент отношения не имеют. Но, опять же таки, повторяю, что Риксис Бельдиби, Риксис Даунтаун, Риксис Сангейт, Риксис Текирова, у них всех есть трансфер и бесплатный вход в тематический парк Land of Legends, и также на все концерты Land of Legends. Давайте, если я затронула эту тему, сразу расскажу, как это работает. То есть, утром, грубо говоря, в 9, в 30, в 10, трансфер в Land of Legends уходит из отеля, возвращается он где-то часом к 5, то есть, на ужин все туристы возвращаются домой. Если туристы хотят посмотреть вечернее шоу, они могут там остаться, могут посмотреть, но добираться до отеля, им тогда надо будет самим. Если в Land of Legends в этот день запланирован концерт, тогда мы организовываем дополнительный трансфер на концерт. То есть, тогда в этот день будет два трансфера и в тематический парк, и вечером на концерт и назад. Думаю, здесь все понятно. И опять же, входы на все концерты в Land of Legends для всех отелей Риксис на территории Анталии, это все для них будет бесплатно. Итак, Риксис Бельдиви. В прошлом году, да, с прошлого года была введена концепция Baby Friendly, то есть и в номерах, и в ресторане, и на территории отеля есть все необходимое для того, чтобы мамам и папам с маленькими грудными детьми было максимально комфортно. То есть, здесь на номерах полный набор, горшочки, ванночки, там, мочалочки какие-то в ресторане, детское питание, стерилизаторы, блендеры, микроволновочка, все-все, то есть есть детский уголок. Также есть зона на пляже, тоже выделена специально для мам, чтобы там меньше ходило людей, чтобы ребенок мог безопасно ползать. Это, естественно, возле маленького бассейна. И работа мини-клуба, как я уже говорила, продлена до 11 часов. То есть, наши мини-клубы не работают по стандартным часам с 10 до 5, да, наши мини-клубы работают и вечером также. И также в прошлом году были обновлены все а-ля-карт-рестораны в Риксос-Бельгиве. Так, я думаю, сейчас мы найдем фотографии их, а то я иду отдельно от презентации. Вот, видите, вот вы видите ресторан с морепродуктами, он находится прям непосредственно рядом с морем, да, есть вот такой французский ресторан, шикарный, да, то есть он не совсем обычный из деревянных таких вот как-то материалов, да, то есть очень-очень красивый и необычный. И также в прошлом году были обновлены, да, все наши павильоны, VIP-павильоны на пляже в Риксос-Бельгиве. В спа-центре был открыт вот такой небольшой зимний сад, куда после спа-процедур можно пройти, выбить любимый турецкий кофе, турецкий чай или просто воспользоваться любимыми напитками с витамин-бара. Так, питание Land of Legends. Да, питание для тех, кто живет в Риксос-Отеле, да, например, проживая в Риксос-Бельгиве, поехав в Land of Legends, вход в парк бесплатный, но питание и напитки будут за дополнительную плату, верно. Следующее, что еще могу по Бельгиве? Извините, что я так быстро, я просто пытаюсь, чтобы не затягивать, не забирать у вас больше времени. У меня прекрасное, да, музыкальное сопровождение, да, живем в Турции, время, время молитвы, да. Я, честно говоря, уже привыкла к этому настолько, что даже и не заметила бы, если бы сейчас не прочитала. вид на Риксос-Бельгиве, вот видите, как раз Вейпи-зона на пляже немножко отдельно, да, чтобы там, ну, чтобы была своя уединенность, вот здесь, чуть дальше территория мини-клуба, опять же таки, есть пирс для тех, кто не любит камушки, несмотря на то, что мы привозим песок в начале сезона, каждый год, это природа, все равно песок этот вымывается, да, то есть имейте в виду, что здесь имеется галька и камушки. Следующее, Риксос-Сангейт, я знаю, какой вы сейчас вопрос будете задавать, я на него отвечу, я знаю, что это интересно, мне самой очень интересно, очень атмосферно, да, атмосферно, я про молитву сейчас, да, которую сейчас вы можете слышать. Я думаю, вы все соскучились по этому звуку, потому что сейчас май, как раз время рекламных туров, когда, собственно, нет смысла лететь в Украину, потому что вся Украина здесь в это время, да, и мы все бегаем по инспекциям, да, вот в этот раз получается, что, к сожалению, инспекция у нас только онлайн, но все проходит и это пройдет, и мы все с вами встретимся в нашей любимой Турции. Итак, Риксос-Сангейт, давайте я пойду сразу по слайдам, потому что по Риксос-Сангейт рассказывать всегда много чего есть. Реновация. Реновация началась поэтапно, идет. Я вам сейчас напишу, вернее, скопирую, ставлю вам типы номеров, чтобы вы знали, которые номера уже после реновации. То есть это уже больше, не буду говорить, сейчас цифру, вылетела она из головы, то есть все корпусные террасные корпуса, то есть не основные корпусы, а террасные корпуса, там в принципе реновация прошла практически везде. Это комфорт рум, террас-свит, террас-фэмили-свит и фэмили-пулл-хаус. Если вы бронируете эти типы номеров, мы их выделим, да, в новый тип номера, это значит, что вы забронировали новый номер, да, то есть вам не надо будет писать дополнительно заметку, что пожалуйста дайте нам туристам новый номер. Для чего это сделано, да, заплатили чуть дороже, но туристы гарантированно будут жить в обновленном номере, чтобы потом не возникало вопросов по этому поводу. Вот сейчас вы можете видеть стиль, в котором сделаны все наши новые номера. Вот видите, очень даже красиво, свежо, свежо, комфортно и уютно. В следующем году зимой Rixos Sungate планировался закрыться на полную реновацию, пока это все притормозилось, поэтому анонс о реновации я сейчас делать не буду, тем не менее следующей зимой скорее всего Rixos Sungate будет закрыт. Что будет делаться, уже будем рассказывать ближе к зиме, потому что честно говоря, мы сейчас тоже в таком немножко подвешенном состоянии, поэтому не хочу сейчас чего-либо большого обещать. Поживем, увидим. Надеюсь, увидимся вместе и в скором будущем. Итак, Rixos Sungate это место, где есть 27 VIP номеров, они точно так же отделены от основной территории отеля, ну какие, извиняюсь, отделены от основной территории отеля, обособленные и в центре находится а-ля-карт ресторан, который работает только на VIP номера, то есть гости с остальных корпусов туда не придут, там никогда не будет толпы, я уже сказала, что это а-ля-карт ресторан, то есть там также идет свое, ну как, индивидуальное обслуживание, там есть свой отдельный бар и, конечно же, VIP номера пользуются VIP концепцией, о которой я вам ранее уже говорила, да, то есть я еще раз возвращаться к этому не буду, если вдруг будут вопросы по этому поводу, какой тип номера, что именно туда включено, что не включено, есть шикарная таблица со всеми подробностями, кому будет необходимо, я обязательно это все вышлю, ну и думаю, у наших коллег из Туи, привет коллеги из Туи, вас любим, скучаем, обязательно найдется эта информация, и также я обязательно поделюсь своими контактами в конце вебинара, чтобы если что, если будут какие-то вопросы, вы могли ко мне обратиться. Туристы с инфантом просят первый этаж террас Family Suite, чтобы было удобно с коляской, это возможно, там все равно будет несколько ступенечек, то есть все эти номера находятся в террасном домике, как я уже сказала, то есть там нету десятых этажей, да, но там пару ступенечек будет, если что, по этой заявке можете ко мне обратиться, как я сказала, я в конце обязательно, или давайте я сейчас напишу свой адрес, Пожалуйста, выслала свой мейл-адрес, если вдруг у вас будут какие-то вопросы, индивидуальные заявки и так далее и тому подобное, в течение сезона вы всегда сможете ко мне обратиться, если вдруг это будет не в моей зоне деятельности, я вам обязательно дам контакт того человека, кто вас спасет в любой ситуации. Так, дальше, еще по VIP номерам, все VIP номера имеют бесплатный доступ на VIP пирс, насколько, вот он, вот он, да, есть в презентации, VIP пирс, который также был построен буквально два года назад, туда могут зайти все желающие, но для туристов VIP номеров вход бесплатный, для туристов с основного корпуса это будет за дополнительную плату. Вы видите, здесь есть и зона лежаков, и лаунж-зона, здесь также есть и павильоны, павильоны уже платные для всех, видите, здесь есть такая небольшая джакузи, то есть, она открыта для всех, это также бесплатно, просто надо попасть в эту зону, там есть свой отдельный бар, как я уже сказала, лаунж-зона, зона с шезлонгами и с павильонами. Мы тоже очень скучаем, надеемся, что скоро все будет хорошо, и все смогут прилететь в теплую турецкую вторую родину. Олечка, дай бог, скоро все у нас будет. Еще такой, вот вы видите сейчас бар, он находится, то есть, он открыт для всех туристов Риксес-Сангейт, он находится обособленно в этих, как раз вот террасных домиках, вокруг него находится вот такой вот бар, это такая лаунж-зона, да, то есть, на основном бассейне, все вы знаете, что в Сангейт, это всегда весело, ярко и как бы интенсивно, да, те, кто хотят уединиться, немножко отдохнуть, могут прийти в эту зону, здесь играет лаунж-музыка, здесь нет такого шума. Шикарнейший бар, точно так же он был открыт в прошлом году, как я сказала, он абсолютно бесплатный для всех туристов, но там, кто любит веселиться, кто хочет гулять, едут на основной бассейн, а кто хочет немножко отдохнуть, могут прийти вот в фэнтези-зону. Вот этот вот бар, да, вот здесь также, в продолжении, там также имеются столики небольшие, такие лаунж-кресла, да, и дальше есть бассейн, то есть, здесь тоже можно будет покупаться и отдохнуть. Возможно, что многие из вас видели это все вживую, да, но тем не менее, если вдруг кто-то по каким-то причинам здесь не был, знайте, что есть такая и кусочек спокойствия в Сангейте тоже. Концерты будут, дай бог, мы их не отменяли, я расскажу из-за концерта. Ну, собственно, мы к ним и... А, вот, мини-клуб. В этом году отель был закрыт, в феврале месяце его закрыли, потому что началась стройка мини-клуба. В марте месяце открыли, он проработал недельки-две, но, к сожалению, потом, независимо от нас обстоятельств, пришлось его также закрыть. Но, тем не менее, в период, когда мы закрыты, мы строим большой-большой мини-клуб. Концепция мини-клуба абсолютно новая. Мы соединяем entertainment, развлечение и education. У нас получается edutainment, то есть новая концепция мини-клуба состоит в том, что дети будут разделены, ну, как бы, мы их не будем разделять, но программа будет распределена так, что дети сами будут разделяться по возрастным группам и по группам по интересу. То есть мини-клуб состоит из всевозможных зон мастерских и мастер-классов. То есть это курсы танцев, дзюдо, баскетбол, футбол, керамические кружки, уроки кулинарии, там какие-то, они там будут сами делать конфеты, кто-то будет заниматься кемпингом, вот я даже говорила с руководителем мини-клуба, он говорил о том, что там дети будут ночевать, то есть будет набираться группа по кемпу, которые будут и ночевать в мини-клубе, в палатках, но, естественно, это будет по согласию, согласованию с родителями. То есть абсолютно новый мини-клуб. Помимо этого в мини-клубе будет также аквапарк, то есть аквапарк для взрослых он остается, там 11-годный горок, в мини-клубе будет отдельный небольшой аквапарк для детей, также в мини-клубе будет ресторан, где дети смогут и обедать, и ужинать, завтрак будет проходить в основном ресторане, в ресторан также будут допускаться родители, то есть не надо будет ходить в основной ресторан и назад, и опять же это немного рассредит народ из основного ресторана, что также очень актуально в этом году. и помимо этого в Рикси-клубе в детском клубе был построен большой амфитеатр, то есть для детей каждый вечер теперь будут проходить вечерние шоу, куда могут присоединиться все желающие, всей семьей или только дети, кому как интересно, в зависимости от возраста детей. Точно так же на территории мини-клуба будет и тимейджер-клуб, совсем актуальный для уже подростков, то есть им всегда важно почувствовать себя взрослыми, то есть там будет свой отдельный диджейский поле, будет свой небольшой бар, естественно, безалкогольный, тем не менее, там, знаете, настольный футбол, эр-хоккей, ну, в общем, такое, в общем, чтобы детям тоже, детям, чтобы подросткам было интересно находиться во взрослой жизни. Конечно же, наш World Class, он на месте, элитная сеть спортивных клубов World Class, он находится в Риксес-Сангейхе, огромная территория, это не только тренажерный зал, да, это точно так же зона для групповых занятий, где проводятся традиционные пилатес, флай-йога, не знаю, кангу-джампинг и так далее и тому подобное. Есть также зона для кроссфита, есть спортивный клуб, фитнес-зал на открытом воздухе, где все инструменты сделаны из дерева, то есть большая территория на самом деле, и для любителей спорта здесь есть абсолютно все. То есть вы сами понимаете, что Риксес-Сангейхе огромный отель, поэтому мы обязаны учесть все-все-все интересы, да, то есть даже если приедет семья из нескольких поколений, для каждого найдется своя зона, то есть бабушка будет сидеть, пить коктейли с дедушкой в зоне фэнтези, где спокойненько, мама с папой будут отдыхать на бассейне, да, где проходят все полвечеринки, дети будут в мини-клубе, и всем будет комфортно, а все вечером они могут присоединиться. Это не гребля, а нет, это гребля, я думала, знаете, есть такой вот новый вид йоги на плавающих этих досках, да, то есть это примерно сколько теннисных кортов, пять теннисных кортов, они в наличии, да, не знаю, на фотографии, наверное, не захватывает, нет, нету такой общей фотографии, но теннисные корты есть, они бесплатные, единственное, что освещение, естественно, будет платное, и ракетки, мячики, это тоже будет за дополнительную плату. Дальше, по сангейту, по концертам, да, по концертам, конечно, сложилась такая ситуация, что мы сейчас не можем провести эти концерты, но об этом все мы договаривались заранее, за это была внесена плата артистам, то есть концерты мы не отменяем. Как только мир восстанавливается, да, мы планируем это сейчас на начало июля, если вдруг опять же в начале июля не сможем провести концерты, то мы опять это перенесем, да, то есть мы поменяем даты, но тем не менее концерты у нас будут, как только будет возможность у звезд прилетать на концерты и, конечно же, как только у гостей будет возможность прилетать к нам в отель, то есть этого никто не отменяет, это все у нас будет. это касается и Land of Legends и SunGate, да, понятное дело, что я вам сейчас не смогу сказать какие-то конкретные даты, но вы следите за новостями, как только у нас будет уже какая-либо конкретная информация, мы обязательно сделаем все-все-все анонсы. Дальше, Rixos Premium Текирова, да, но это всеми известный огромный отель, который создан для семей, да, то есть здесь есть абсолютно все для того, чтобы семьям с детьми было очень-очень удобно, но также здесь есть VIP-концепция, то есть несмотря на то, что гости приезжают в VIP-классы, да, точно так же у них есть свои дети, которым точно так же актуально и интересно провести время в мини-клубе. Мини-клуб территории 30 тысяч квадратных метров, то есть это, ну, в Кемире отель есть такой же территория, а у нас занимается, это у нас только мини-клуб, вы видите, какой он огромный, красочный, яркий, там есть абсолютно все от нуля, опять же такие, до 16-17 лет, то есть для подростков точно так же есть, ну, много чего продумано, что актуально, особенно, да, каждый год ежегодный традиционный детский фестиваль, что у нас есть, сейчас расскажу, то есть Мэйфест точно так же он откладывается в Рикс из Текирова, как только будет какая-то информация, мы сделаем анонс, это актуально для всех наших отелей, футбольная академия, да, как бы контракт с футбольной академией, мы как сделали, он так и есть, как только открывается, мы запускаем все свое, как только запускаются отели, да, мы выполняем все наши планы, то есть футбольная академия на территории отеля, она также будет функционировать и будет бесплатно для наших детей, традиционная олимпиада Рикс и Китс, которая проводится в середине июля, точно так же в этом году она обязательно будет, то есть это сумасшедшие соревнования для детей всех возрастов, когда я говорю для всех возрастов, я имею в виду даже самых маленьких, потому что в прошлом году, например, я видела, как соревновались груднички на перегонке, они бежали в ходунках, да, кто первый, это было очень неуклюже и смешно, но это очень милое зрелище, конечно. Дальше, детский фестиваль Рикс и Китс, который проходит ежегодно в середине августа, естественно, он будет, это огромное количество всевозможных игр, конкурсов, подделок, не знаю, развлечений, то есть это тоже очень активная и традиционная наша такая вот рубрика и, конечно же, в прошлом году мы открыли балетную академию в Риксах Текирова, она также продолжает работать, сейчас, естественно, нет, но как только запускаются отели, балетная академия опять же таки вступит в свои силы, то есть все наши планы, они у нас в силе, единственное, что нам надо, чтобы пустили самолеты. Следующий наш продукт, Риксас Премиум Гюджек, как я говорила, отель находится в Гюджеке и там у нас имеется три бухты, первая бухта это непосредственно Риксас Премиум Гюджек, вы видите, что здесь нет большого корпуса, здесь такие небольшие домики, порядка 20 домов, то есть за счет этого здесь вот такая атмосфера спокойствия, атмосфера релакса, там даже в лобби там висят часы, где показывают Гюджек тайм, да, то есть там есть свое отдельное время, там мир останавливается, там вдруг, так, читаю, Бывает ли, что аквапарк закрыт в первой половине октября, если вдруг идет дождь, тогда аквапарк закрывает, а чтобы он полностью закрыт, нет, такого не бывает, по концепции до конца до конца октября, если я правильно помню, должен работать аквапарк, вы имеете ввиду, что, например, в конце сентября взяли и закрыли аквапарк, я понимаю, так, да, нет, такого нет, опять же, если вдруг погодные условия не позволяют даже купаться в бассейне, то, понятное дело, аквапарк никто не будет включать, если вдруг светит солнышко, тогда аквапарк работает точно так же, итак, возвращаемся к Геоджеку, да, вот вы видите бассейны, да, здесь два бассейна, один из них с морской водой, плюс вокруг бассейна насыпан беленький песочек, да, и вот здесь, вот, туристы не купаются, вот вы видите, что здесь находится марина для яхт, то есть здесь мы туристов не купаем, где же туристы загорают и купаются, как я сказала, у нас там имеется три бухты, вот одна бухта, это непосредственно отель, который вы сейчас видели, со всеми номерами, инфраструктурой, основной ресторан, там также имеется территория для занятий спортом, то есть, несмотря на то, что там нет вот сумасшедшей концепции анимации, там анимация работает в режиме софт, но тем не менее, как бы там тоже предусмотрен досуг для всех наших туристов, там проходят уникальные вечеринки, то есть, там возможно какие-то джазовые концерты, там приходят какие-то эксклюзивные звезды, то есть, там немножко другой уровень. И еще, Rixos Premium Coject, это отель, куда допускаются дети только после 13 лет, то есть 13 плюс, там есть такое ограничение, туристов с детьми туда не принимают. Поморы, вот видите, есть такой, опять же, пирс, да, и на таком катере, буквально 5 минут, и вы приезжаете на территорию Secret Beach, секретного пляжа, это наша вторая бухта, где имеется вся инфраструктура, там есть шезлонги, зонтики, там есть небольшой снэк-бар, ну, как бы, душевые кабинки, туалеты, естественно, все, все это есть, не подшивайте, туристы, когда туда едут, у них будут абсолютно комфортные условия. И третий бухт, это непосредственно клуб Privé Barixus Gujac, о котором я вам уже говорила. В клуб Privé Barixus Gujac семьи могут приехать с ребенком, и если они хотят пройти на территорию Premium Gujac, тогда ребенка надо будет оставить на вилле, возможно, с няней, возможно, с бабушкой, но, в общем, опять же, если люди приезжают на виллу с ребенком, тогда, значит, чтобы пройти на основную территорию отеля, надо будет ребенка оставить дома. Вот такой вот момент. Так, и следующее, я думаю, мы уже с вами переходим к Exos Premium Vodrum, жемчужина Vodrum, да, то есть за счет очень удобного расположения отеля, да, то есть огромная-огромная береговая линия, три пирса у нас имеется в отеле. Вот такой вот остров, это тоже территория отеля, вот вы здесь увидите, у нас здесь есть павильоны, которые туристы могут давать заполнительную плату, и плюс на этом острове проводятся концерты, на этом острове можно организовывать всевозможные свадьбы, дни рождения, и там, не знаю, все-все-все организации, которые можно подумать, да, все ваши особенные дни там можно провести. Итак, что у нас? Особенность в том, что вы видите, какие у нас виллы, с каждой виллы такой вот шикарнейший панорамный вид на море, смотрите на это, любая вилла, да, вот такой вот шикарный вид на море, и это все как бы индивидуально, про вип-концерцию мы с вами уже говорили много раз, и плюс для каждой виллы есть вход на Клеопатрович, да, то есть это такой вот уединенный пляж, куда допускаются только веятые туристы, здесь также имеется свой отдельный ресторан и бар, здесь имеется вот у нас одно беленький песочек, здесь также имеется пирс, вот вы видите, это с острова Поредон, вот непосредственно на этом, да, пляже, вы видите, что здесь также есть павильоны, вот так, вот как раз вид с этого Клеопатра пляжа, с ресторана, то есть здесь тоже свое, идет свое веби обслуживание. И, конечно же, ежегодный фестиваль оливок, то есть в Риксос Премиум Годрум у нас там более 500, наверное, всевозможных оливковых деревьев, да, и осенью, когда все эти оливки созревают, мы каждый год готовим свое оливковое масло, ну и чтобы посвятить туристов в процесс, да, приготовления оливок, оливкового масла, мы устраиваем оливковый фестиваль. Опять же таки, я делала, находила видео, кажется, это оно, давайте я вам включу, посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 в отеле, она вам все подробненько покажет, и вы сами сможете увидеть воочию. У меня также есть видео о том, как работает сейчас ресторан. К сожалению, я не могу вам его выслать в презентацию, но я вам сейчас напишу свой мобильный номер, и все желающие, кто хочет получить у меня это видео, вы мне можете просто написать в WhatsApp, я вам его обязательно скину. Сейчас пишу свой мобильный номер. Вот мой номер, все желающие, ну, во-первых, в сезон, когда у вас будут какие-либо вопросы, можете ко мне обращаться. И вот сейчас, кто хочет получить видео нашего ресторана, я вам его вышлю. Итак, переходим к сертификации. В ресторане все услышали о том, что не будет all-inclusive. Нет, all-inclusive как был, так он и есть. Просто в ресторане мы поставили такие витрины стеклянные. То есть все, кто в буфет, он также и работает, шведский стол, он также и работает. Но туристы не будут руками брать свою еду, да, а будут вот как мороженое, да, вот когда подходите к стойке мороженого, вы говорите мне, два голубых, а одно коричневое, да, вам дает официант и вы дает. Вот точно так же и с меню стала. То есть за каждой стойкой стоит официант, у него обязательно есть защитная маска, перчатки. И он просто накладывает еду в тарелочку и потом дает туристу. То есть на ресепшене опять же таки есть разметка, чтобы держать. А, ну вот, на сайте есть видео, отлично. На ресепшене точно так же есть разметка, чтобы люди держали расстояние. То есть это не какие-то, знаете, там, начерченные линии, все строго, как в концлягере. Нет, это тоже все делается эстетически красиво, аккуратно, тоже ненавязчиво. Но тем не менее это все будет соблюдаться. Опять же таки весь персонал будет в перчатках и в масках. То есть иногда это будут, опять же таки, повязки, да, иногда будут такие вот такие вот пластиковые прозрачные маски. То есть в зависимости от того, в каком департаменте работает тот или иной работник. Туристы, да, я думаю, вы уже все слышали о том, что по прилету в аэропорту Анталии будут делаться тесты на вирус. Это во-первых. А во-вторых, вы сами понимаете, что человека с температурой его просто не посадят в самолет изначально. То есть будет много всевозможных проверок, в том числе и в аэропорту Анталии. Уверена, что все операторы точно так же будут придерживаться новым нормам во время трансфера, да, с аэропорта до отеля. Приезжая в отель, опять же таки у нас будут везде уже, в принципе, стоят видеокамеры, да, термальные, чтобы они сразу могли проверять, у кого повышенная температура или что-либо. Уже очень многие переходят на дистанционные ключи, да, в номерах. То есть эта система также, скорее всего, будет введена, но не обязательно, да. То есть мы все такие прям суперпользователи технологий, особенно старшее поколение. То есть на ваш выбор можно будет и так, и так. Но, тем не менее, везде будут стоять вот эти вот дезинфекторы, да, то есть в любом случае будет возможность. Ой, смотрю, вы мне уже пишете, да, я слышу просто телефон, давайте, чтобы не отвлекаться, я после прямого эфира обязательно всем-всем-всем отвечу. Вот, то есть плюс будут такие стандарты, что по приезду, да, как всегда, двой забирают чемоданы, да, и возят вам в комнату для багажа. Вот в этой комнате тоже будет стоять дезинфектор, и это все будет обрабатываться. Плюс после выезда номеров каждый номер будет оставаться пустым в течение 12 часов, чтобы его дезинфицировать, проветрить. Если вдруг турист уехал, у него были какие-либо подозрения, была температура или что-либо такое, тогда точно так же обязательно номер будет оставаться пустым в течение 72 часов. Опять же таки будет сделана очень-очень подробная вот дезинфекция, да. Во всех отелях Риксос обязательно всегда есть медработники, да, то есть у нас всегда есть договоренность с больницами, да, и при первых же каких-то симптомах обязательно человека возьмут под контроль. Дальше. Вы тоже, думаю, слышали уже о том, что отели не будут заполняться на 100%. Во-первых, я думаю, это будет невозможно в этом сезоне. Ну и во-вторых, за счет неполной заполняемости отеля будет меньше концентрации людей, соответственно, будет легче держать дистанцию. В ресторанах, в барах есть правило о том, что должно быть расстояние между столиками, там, полтора-два метра, но в Риксос-отелях это было всегда, то есть у нас никогда не были столы поставлены близко друг к другу. Мы всегда соблюдали такие правила, и в этом году, естественно, мы продолжим их также соблюдать. Дальше. Что еще можно сказать по мини-клубам? Как я сказала, мини-клубы на данный момент, так как у нас работает только Риксос-Премиум-Вилет, мини-клуб там сейчас закрыт. Опять же, мы ждем, когда выйдет сертификация на мини-клуб, чтобы потом его уже открыть. То же касается и СПА-центров, точно так же, они будут работать, но с определенными ограничениями. Бассейны также будут работать, но там будет повышенная концентрация хлора и каких-то дезинфицирующих средств. И, естественно, понимаете, вы тоже, думаю, все видели, что вечером всегда все бассейны чистятся. То есть мы это и так делаем, просто сейчас будут, доктор в отеле будет бесплатно. К сожалению, нет, доктор в отеле будет по страховке. Потому что вы сами понимаете, что у нас договоры с частными клиниками, да, то есть если это не экстренный случай, тогда у каждого туриста есть страховка, и обычно она это всегда покрывает. Так, что еще? Что еще? А, ну, в принципе, ситуация в Турции в целом, да, что я хотела сказать. При первых же случаях заражения Турцию, в принципе, сразу же закрыли на карантин, не ждали каких-то критических цифр. Весь апрель и начало мая на выходных был, каждый выходной был объявлен комендантский час, что послужило очень хорошим фактором. Ну и, в принципе, было очень умным решением, потому что все выходные, когда люди были, ну, сидящие люди дома, они не ходили даже в магазин, да, то есть был минимальный контакт. Если говорить о Анталии в частности, насколько я знаю, уже две недели нет новых заражений в Анталии. В Анталии их, в принципе, и не было. Анталия, наверное, занимала, может быть, 20-е число по количеству зараженных. Вот, как я уже сказала, с 11-го числа уже ослаблен карантин, плюс у нас есть такая система, что пожилые люди после 65 лет и молодое поколение до 20 лет, им запрещено выходить на улицу, да, то есть после 11-го числа уже выделили по несколько дней, когда эти групповые, возрастные группы могут выходить на улицу на несколько часов. Сейчас вот заканчивается месяц Рамадан, начинается праздник, который будет продолжаться 3,5 дня. Вот на эти 3,5 дня, опять же, объявлен комендантский час. То есть, все мы знаем, да, что турки очень эмоциональные, и во время праздников все выходили друг к другу, гости обнимали, целостались. Вот, наверное, исходя из этого, и был объявлен комендантский час, чтобы, опять же таки, чтобы проследить это время дома. И уже после 27-го мая уже будут потихоньку открываться уже какие-то кафе и так далее и тому подобное. То есть мы потихонечку, Анталия в частности, уже потихоньку приходит в нормальное русло жизни. Отели также наши будут по очереди открываться в начале июня. Потихоньку-потихоньку уже будет и бодрум, и бюджет открываться. Слышала, что Украина начинает лететь с 15-го июня, вернее, не лететь, а будут разрешены международные рейсы. В принципе, я понимаю, конечно, что в этот же день вряд ли кто-то куда-то полетит, но как бы это уже позитивные звоночки о том, что, дай бог, скоро у нас все наладится, и мы снова вас увидим. Аэропорт Анталии, вот я как раз живу очень близко к нему, и я обычно вижу все пролетающие самолеты. Последние дня три как-то оживился аэропорт. Наверное, потихонечку уже начинают готовить самолеты и парки, потому что я вижу самолеты в небе, которых я не любила два месяца, поэтому, честно говоря, прям радует этот факт. Сейчас почитаю, что здесь, что пишете вы. На следующей неделе в формате интервью мы все вместе обсудим самые интересные для вас темы обязательно. Видео есть на сайте. Сегодня на Facebook я видела ролик из ресторана, как это происходит, а как сезон будет с очередями. И по поводу очередей все говорят о том, что не будет 100% из-за полняемости. Как только появится большее количество туристов, соответственно, мы будем вызывать все больше и больше персонала опять на работу. То есть с очередями не будет проблем, я так думаю. Ну и в любом случае, я думаю, что с каждым месяцем эти все... Я, честно говоря, надеюсь просто, что с каждым месяцем мы будем возвращаться к новой жизни и к нашей привычной жизни, и вот эти все новые... стандарты будут уходить в прошлое. Так, сейчас, сейчас, что еще? Вот слышно авиасообщение, когда Турция собирается открыть воздушное международное сообщение. В 15-й году и Украина, Турция уже есть информация. Вот, я читаю просто ваши комментарии. Опять же таки, я сейчас, мы договорились о том, что я сейчас не буду отвечать на такие вопросы. Все эти вопросы мы соберем вместе, и потом на следующей неделе в формате интервью вы сможете услышать все-все-все ответы. Турция не приглашает. Турция с удовольствием всех пригласит, но вы сами понимаете, что должны пройти, сойти на нет количество заболевших. Англия, Германия, Россия. Наверное, Россия первая не прилетит, но вот Англия, Германия могут оказаться из первых. То есть мы открываем отель, рассчитывая на внутренний туризм, потом уже, скорее всего, будет как-то Европа, Украина, и потом со временем, возможно, уже пойдет Россия. Ну, в общем, вот так вот, все, тогда я все, что хотела рассказать, думаю, рассказала. Вы продолжаете, пишите вопросы, обязательно вы услышите на все-все-все вопросы, ответы. Спасибо большое, потому что я вижу, что я проговорила час сорок минут, извините, что так долго, я рассчитывала сделать это быстро, но было очень много информации, и хотелось все-все это подробно рассказать. Я оставила свой мейл, адрес, свой номер мобильного телефона. Если вдруг будут какие-то вопросы, вы ко мне обращаетесь. Я уже говорила раньше, что если вдруг это не в моей силе ответить на вопрос, я свяжу вас с нужным человеком. Большое спасибо, вчера был праздник вышиванки, да, тоже поздравляю вас с этим замечательным праздником. Всем большое спасибо, тогда до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok